Дух Риги, с которым связаны имена величайших посвященных мира сего, гениев, пришедших на планету Земля и прикоснувшихся к живительному рижскому пламени, к этой уникальной архитектуре, к Шуману и Листу, бродившим здесь по старым улочкам и считавшим, что это еще красивее, чем Ваймар, и что это красивее, чем Дюссельдорф. Вот потрясенных красотой сам безумец и гений, самый страшный, один из самых гениальных людей планеты Земля Рихард Вагнер начинал здесь. В этом святом и светлом художественном месте всегда ключом била духовная жизнь. Она не имела ни национальности, ни названия. Она была европейской, это один из самых знаковых культурных европейских городов. И сейчас, побывав на конкурсе маленьких детей, которые играли на скрипках и на роялях, я понял, дух этот никогда не уйдет из этого города. Он неистребим. Какие бы глупости ни болтали политики и сколько бы ни тлумили людям головы десятки и сотни телевизионных программ, всегда останется дух Риги, великого вольного гонзейского города, города искусств, города духа и культуры. Я в этом убежден и я очень рад, что после многих лет приезда сюда просто как пассивный радостный наблюдатель с детства я приехал сюда к вам, чтобы поговорить с вами о той великой радости, которая нам дана в этом мире, радости общения с единственным, что является доказательством бытия Бога на земле, с искусством и вершиной искусства музыкой. Те, кто читают мои статьи «Пятница с Михаилом Казиньком в вечернем Петербурге», наверное, обратили внимание на то, что каждую пятницу я даю какие-то кодовые, очень важные вехи для того, чтобы у людей создалась концепция. Одна из них, из статей, называется «Доказательство Канта». Вы помните, был такой Фома Аквинский, епископ Римской католической церкви, и он чувствовал, что люди перестают верить в Бога. Они все больше и больше задают вопросов, и Фома Аквинский очень переживал. А когда он был совсем маленьким, при нем жгли книги Аристотеля, последнего из магикан античной культуры, чтобы раз и навсегда вытравить эту логику, эту систему доказательства. И Фома Аквинский решился на подвиг. Он видел, что люди перестают верить, они задают какие-то страшные вопросы. А был ли Иуда, например, предателем? Если он был предателем, почему Христос говорит ему «Что делаешь, делай немедленно» в русском мягком переводе «Что делаешь, делай скорее». Почему в Библии, в Новом Завете стоит странный эпизод, когда вдруг здоровый и живой Христос в доме у Симона Прокаженного, здоровый, живой, и вдруг выскакивает женщина с сосудом, а лавастром с мира, ломают дорогой сосуд и начинают умощать живого, здорового, молодого парня смертельным миром. И ученики рассердились. Но они рассердились, во-первых, глупости самого акта живого Иисуса, их друга, их учителя, и вдруг готовить к смерти, соборовать. А с другой стороны, сосуд ведь стоит не 30 серебряников, а 300. И нужно было бы продать его, и деньги раздать нищим каждому по серебрянику, было бы 300 счастливых нищих. И вдруг Христос им говорит зря, смущаете женщину, она великое дело сделала, она уже подготовила меня к погребению. Дальше в Новом Завете стоит странное слово, которое никто не хочет читать внимательно. И так повторяю, Иисус говорит, она уже подготовила меня к погребению. Следующее очень важное слово. И тогда Юда пошел к первосвященникам. Я спрашивал у греков по-арамейски, так и написано на всех языках. Только тогда пошел, когда Христос сказал, я уже готов, понял? Иди. И вот Фома Аквинский 700 лет назад видел, что люди читают и, черт побери, думают. А этого нельзя, потому что вера – это благость. Нельзя. Там за пределами логики, за пределами думы. И он решил пойти на страшный эксперимент. Он взял книгу Аристотеля. Все книги были сожжены, а у него дома сохранилась книга. Отец был еретик. И почитал, и понял, что он сделает. Он докажет бытие Бога. Он докажет, что вера и доказательство существования Бога есть. Нужно только воспользоваться всеми аксиомами, теоремами и принципами мышления великих греков. В частности, гениального Аристотеля. И, как вы помните, Фома Аквинский создал то, что в результате появилось как томизм, потом неотомизм. Томас Аквинатус. Он создал пять признаков Бога в сумма теологии. Эти пять признаков стали действовать. За что его возвели в ранг святого римской католической церкви. Фома Аквинский, величайший святой, доказатель Бога. Он самый великий из всех философов. Он основатель великой религии, в которой много умного, грандиозного. Но прошли столетия, и появился удивительный философ Эммануил Кант, который сказал одну вещь. Я удивляюсь, как Аквинского не сожгли на костре инквизиции, потому что он, он осмелился искать доказательство бытия Бога в области разума. Их нет и быть не может, потому что там, где наш скудный разум, там нет Бога, а Бог за пределами разума. И тут же соорудил шестой признак. Тот самый категорический императив или абсолютное повеление, абсолютное долженствование. Знаете, как он звучит в переводе на простой нефилософский язык? В человеческой жизни есть несколько сфер, которые не диктуются необходимостью. Все. Это что? Искусство, культура, дух. Они не связаны ни с проживанием, ни с размножением, ни с питанием, ни с политическим устройством, ни с политиками, ни с генералами, ни с офицерами, ни со строительством дома, ни с удобрениями, которыми нужно удобрить землю, они связаны только с одним, с высшим знанием о какой-то неведомой, невиданной красоте. Категорический императив. Человек абсолютно должен. Кому и что? За пределами чего? За пределами всякого знания он творит грандиозное творение. Посмотрите на планету, как бы говорит Кант, сплошные убийства, уничтожения, войны, кошмары. Посмотрите на искусство. Оно вечно. Оно не идет от простого к сложному. Оно всегда у цели. Оно всегда доказательно. Оно единственное доказательство вселенского посыла. Посыла Божьего. И я, продолжая идею Канта, могу и сегодня сказать, что мы с вами не погибли до сих пор на нашей планете. И не погибнем. Не верьте всем, кто говорит 2012, 2014. Поверьте только тогда, когда у нас на земле погибнут наши адвокаты. Бах, Моцарт, Шекспир, Данте, Шуберт, Брамс, Шостакович, Чайковский. Как только они погибнут, или мы забудем их, мы будем обречены. Ну, вы представьте себе, Бог как высший разум, который смотрит на планету результат своих трудов и видит, что ничего не получилось. Потому что эти негодяи все время убивают друг друга. Они на крохотной планете разделились по всем возможным признакам. Расовым, кастовым, классовым, национальным, социальным. Убивают тех, кто не фашист. Потом убивают тех, кто фашист. Потом кто не коммунист. Потом кто коммунист. Потом кто демократ. Потом кто не демократ. Потом кто рыжий. Потом кто еврей. Потом кто латыш. Потом кто чеченец. Глупости полные. Все время разрушаем. Потом пытаемся отстроить, не успеваем. Опять грохаем. Бог думает, ладно. Время пришло. Капну на них сейчас кислотой. Специально у него есть кислота. капнет. И вот это то, что все время предупреждают. Скоро, конец света. Конечно, капнет кислотой. Он приготовляет пипетку длиной в пять световых лет. И собирается капнуть. А мы в это время так случайно, просто он услышал. Естественно, Бог останавливается. Он не может уничтожить тех, кто породил это. Проходит некоторое время. Опять все в нем закипает. Он опять смотрит, как живет вот эта шестая часть суши. Как они себя чувствуют. О чем они говорят по утрам, по вечерам, гуляя по улицам. Что они слушают, о чем они думают, как они любят. И опять думает, нет, нет, ничего не получилось. И вдруг в это время какой-то странный тайный советник из Ваймара, Иоганн Вольфгангет, и вдруг говорит, глядя в небо, все быстротечное, символ, сравнение. Цель бесконечная здесь, достижение. Здесь заповеданность истины всей. Вечная женственность манит нас в ней. Бог останавливается, говорит, он все понял. Он опять все понял. Они опять все... Откуда он знает? Ах ты, мои хорошие. Господи, какие умные. Ну да, сколько поколений дураков понадобилось, чтобы потом вдруг появился Гетта и все сказал. Ну ладно, теперь дураков придется прощать. Ведь они были всего-навсего прадедушками, прапрабабушками. Гетта, значит, придется... Я помню, написал один такой стих из цикла про глупцов. Зачем ты их клянешь? Они невинны. Пусть храмы рушат и смеются над шутами. Решают все, узнав до половины. Сметают все, что строили годами. Ругаясь, улыбаясь, скалят зубы, теряясь, отдают распоряжение. Их создала природа для сравнения с поэзией и музыкой. Пусть грубы слова их, но они потомки Баха. И, может быть, в зачатии случайном вновь отличаться, воспарив из праха, родят творца и вновь скучать за чаем. Миллионы их нужны для размножения. Так улыбнись. Еще кого-то женят. И вот когда он смотрит на нас, вот этих, да, и мы все время, как специально, адвокатов, адвокаты, адвокаты, он вдруг смотрит, так, Ромео и Джульетта, мальчик и девочка обязательно погибают во всех культурах. У Шекспира погибают, в итальянской новеле эпохи Возрождения Ромео и Юлия погибают, погибают. Лейла и Маджнун в исламе погибают, Ширины и Фархад в суфийской культуре погибают, Паула и Франческо погибают. Почему все пары погибают? Что заметили все культуры? Почему они, так любящие друг друга, обязательно погибают? Бог решил исследовать, в чем дело. И вот он заходит в склеп, а там лежит Ромео, Джульетта, мертвая. Ромео думает, что она мертвая, она снотворная приняла, потому что Ромео должен прибежать, схватить ее и удрать с ней от всех этих гадостей, от этих ссорящихся семейств. Ромео прибегает, помните, как в театре часто это делают? Ромео приходит и говорит, Джульетта, отчего ты так прекрасна? Все думают, ну все, сошел с ума Ромео. А ведь совершенно глупое поведение провинциального театра. Ромео должен зайти туда, посмотреть и сказать, Юлька, ты отчего это так прекрасно? Ну грубо говоря, для кого это так принарядилось? У него есть основания для этого, потому что все гниют, как и положено, а это лежит вся нарумянная, красивая, как в первый день творения. И Ромео спрашивает серьезно, для кого ты так принарядилась? И вдруг понимает, для кого. Их здесь не двое, их трое. А третий – это смерть. И Ромео находится в состоянии ревности. Он ревнует Джульетту к смерти. Джульетта принарядилась для смерти, которая впилась в нее, в любовном экстазе, вошла во все ее телеса, к червями, так говорит Ромео. У него работает его пылкое юное воображение. Он теперь обязан покончить жизнь самоубийством, чтобы перейти этот барьер. Он умирает не от любви, а от ревности своей любви. Он не хочет, чтобы смерть лежала с Джульеттой. Он хочет победить смерть. Но для этого нужно перейти барьер. Бог слушает, смотрит и говорит, откуда он, этот Шекспир, так хорошо все знает. И опять успокаивается. Вот наши адвокаты все время работают. То, что мы вот там ходим и этого не всегда понимаем, это наша местная проблема. Не галактическая, местная. И вот когда мы находимся в объятиях великой музыки, великой поэзии, великой литературы, великого изображения, подлинного знания, того параллельного мира, который и есть подлинный, только тогда нам становится хорошо. Я клянусь вам, никто и никогда за тысячи лет истории цивилизации не был в этом мире по-настоящему телесно счастлив. Ни новый русский, ни древний грек, ни старый еврей, ни индус уходили, медитировали, пытались, ничего не получилось. И только та группа людей, которые прикоснулись к миру, творчество, знают подлинное счастье. Оно совершенно в другом, совсем не в том, о чем говорят политики, совсем не в том, что показывают по телевидению и о чем каждый день толдычит в газетах. Нет, об этом не говорят. Это тихо и нежно берут с собой и делятся этим с узким кругом друзей и людей. Но странно, пока сильны адвокаты и группа людей, которые их понимают и их поддерживают, цивилизация будет жить и существовать. Поэтому я часто приезжаю в разные регионы, а ведь никто не здоров, все больны. После всего этого распада огромного пространства, шестая часть суши, все больны. Причем каждый в свой вид шизофрении впадает. Причем иногда это достигает такого уровня, что не знаю, что делать, плакать или лучше смеяться. И вот я приезжаю в Кишинев недавно, а я знаю, что в зале сидят три категории людей. Одни из них считают себя румынами, а не молдаванами. Молдаван — это ерунда. Вот румыны, вот там, налево, вот туда нужно идти. Другие считают себя молдаванами. Я говорю, а при чем тут румыны? Мы молдаване, великая нация, древняя, могучая, и все. А третьи — к русским хотят, туда. Там русские, там наши братья, мы с ними столько танцевали, столько вина выпили вместе. Чего это мы вдруг будем рождавать? Вот я выхожу на сцену и говорю, мои дорогие, там — бах! Музыка его рождается в небесах и идет сверху вниз, как потоки, как звездные потоки, как грандиозные сценарии неба. А снизу вверх растет Моцарт, как корневая система, пробивая грунт и разрываясь, разбиваясь почками, распускаясь цветами и листьями. Музыка Баха направлена сверху вниз, музыка Моцарта — снизу вверх. Вот так. Музыка Моцарта — бах сверху вниз, Моцарт снизу вверх. Музыка Моцарта — и где-то здесь над нами музыка Баха и музыка Моцарта встречаются и образуют вот эту защитную пелену. И когда я вскакиваю, смотрю в зал, я говорю, а теперь у меня к вам быстренько вопросы, которые вы немедленно должны ответить. Кто вы сейчас? Молдаване? Румыны? Русские? Куда вас несет и относит? Неужели не ясно, что вы все объединены только одним? Мы дети Баха и Моцарта. Мы дети Шекспира и Брамса. Мы дети великой европейской культуры. Наше счастье в том, что мы живем в центре гигантского энергетического выброса культуры иудейско-римско-греческой великой цивилизации кверитов, граждан великой цивилизации особой группы человечества, которую ошибочно называют народом, по-гречески демос. А на самом деле это группа людей, познавшая семь свободных искусств и имеющая право выбирать и быть выбранными, чтобы страна называлась демоскратас или проще демократия. Остальные охлос. Это те, кто пилят сук, на котором сидят. Потому что им нужны сегодня дрова для сегодняшней печи. Они даже не понимают, что они упадут, что сук будет спилен и упадут на своих собственных детей, которые в этот момент отдыхают под деревом. У них нет будущего. Они живут нынешним пилением. Таких всегда называли охлосом. Если охлос зашкаливает за 93%, система должна называться охлократической. Демоса должно быть 7%. Тогда система не только выживает, а начинает освещать все окружающее пространство светом красоты, гармонии, истины и знания. Проблема только в одном. Культура всегда многозначна, многообразна. Она имеет много измерений. И ее нужно толковать, как когда-то толковали Ветхий Завет или Тору. Нужно искать первый, второй, третий, четвертый уровень знания, уровень чувствования. Тогда творение искусства открывается невиданным масштабом. Я сейчас покажу несколько смешных и простых примеров тому, что есть детали толкования. Когда-то Вольфган Камадеус Моцарт в предпоследней симфонии написал такую вот мелодию, всеми любимую и всем известную. Ее любят играть оркестры, ее любят слушатели. И я не раз наблюдал. Я наблюдал за первыми секундами движения смычка музыкантов. Вот что они делают. Мелодия всем отлично известна. Посмотрите на движение смычка. Я постараюсь, чтобы все увидели. Очень неправильная игра. В чем? А ведь большинство, 99% оркестров играют так. Приходит дирижер у всех в нотах вверх с мучком. Вот так. А вам не кажется, что это плохо? А что плохо? А потому что симфония тайна, скрыта. Все, нет. Главная идея. А главная идея ведь не мелодия. Мелодия написана для почтеннейшей публики, чтобы ей было весело и приятно. Главное вот этот знак. Это знак жизни. А его зеркальное отражение это знак смерти. А вот его модификация, так называемая побочная партия. А что же я предлагаю оркестрам? А вот что. Они играют так. Похоже немножко на шарманку, да? Смотрите, три движения. А теперь внимательно, смотрите, начнется философия. Всего лишь изменение направления движения смычка. Я чуть-чуть преувеличиваю артикуляцию, но я вам раскрываю тайну. Слышите, как мелодия внутри себя противоречит? Два раза вниз, а не вверх. Один раз вверх. Тогда вы начинаете слышать, что в ней уже заложен мотив жизни и смерти. Вот это вопрошение, а это погашение. Еще раз. Это такой же пример, как мой любимый пример из литературы. У Ивана Андреевича Крылова, помните, есть басня «Ларчик». Когда искали секрет заморского ларца и нажимали и там, и здесь, все допытались понять, где, и так и не открыли ларчик. И вдруг толстый, ленивый Крылов заканчивает басню, а точнее не заканчивает, ленивец такой был. Только пожары заставляли его вставать из постели, выходить и ехать смотреть, как все горит. А так лежал 160 килограммов весом в постели, и писал все свои гениальные басни в постели. Но вот, понимаете, ленивец Крылов взял и не дописал басню. Вдруг у него последняя строчка «Ларчик просто открывался, просто, понимаете, просто, несложно». Я задумался, почему он, негодяя, не дописал басню, что на пожар вызвали. Надо же было закончить. «Ларчик просто открывался, задвижка просто там была, а искали секрет. И вдруг понял, господи, меня тоже обманули. Крылов по-другому же написал. Просто как кто-то произнес, за ним второй повторил, потом миллионы, и кончилось. Все говорят, «Ларчик просто открывался, а нужно говорить, «Ларчик просто открывался». Тогда басня закончена, понимаете? Искали, искали, пригласили механика, тот искал, где нажать, где повернуть, где секрет. И вдруг Крылов так, а Ларчик просто открывался. Крышку надо было поднять, все. Там не было вообще задвижки. Вот, вот этот акцент, то же самое и здесь. О чем же говорит искусство? Оно-то единственное и отвечает нам на наши вопросы, на все, что мы задаем в риторическом, в вербальном смысле. Мы все время пытаемся понять, смертный мы или бессмертный. Моцарт давно смеется над этим вопросом. Почему? Потому что он знает. Бах-то вообще знает. А мы до сих пор, не зная музыкальных тайн, не зная невербального вселенского ответа, давно, потому что гении через родимчик напрямую там общаются, для того, чтобы Бетхоин общался еще сильнее, Господь его вовремя оглушил, чтобы Бетхоин не слышал этой земной чепухи, чтобы он услышал энергию Вселенной, потому что, чтобы он был доказательством, что музыка – это даже не звучащие ноты, а что это волна энергетическая. Гигантская энергия, контакта со Вселенной, потому что мы только подошвами прикованы к Земле. Мы ведь небожители, на самом деле, мы же в космосе, мы большей частью тела находимся там, сотрудничаем с гигантскими энергетическими процессами. Вот и все. И что же? Они нам говорят о чем? Они нам говорят о бессмертии. Тот, кто видел фильм «Бах-1», помнит, где я сижу за старинным органом церкви 15 века и в баховском фильме, в одном из 64 фильмов, 56 из которых мы показали, в эфире, а 8 нет, потому что не хотим больше показывать ТВ-центру, давать эти фильмы. Мы не хотим, чтобы они показывали в 3 часа ночи, поэтому мы придержали самые любимые, самые глубокие фильмы для лучших времен или, может быть, для продажи со временем, для показов в закрытых пространствах. Но вот там, в «Бахе-1», в эффекте Баха, в адлибитуме, или в свободном полете, есть такой момент, где я сижу за органом и говорю, послушайте, какой удивительный ответ дал Бах на тему жизни и смерти. Всем хорошо известная музыка. Что же сказал нам Бах? Одну очень простую вещь. «Вначале был Логос», сказал Бах. «И Логос был у Бога, и Логос был Богом». Потому что, если мы подставим опять слово, то все запутается. «Слово было у Бога, и Бог сказал слово». Слово Бог. Бог сказал слово Бог. Да ясно же, что просто взяли по глупости и не перевели как «Логос», так как это и написано по-арамейски, по-гречески. Вначале был «Логос», структура была Богом, вот и все. Аккорд был Богом, гармония была Богом. Вот вам ответ на все теологические вопросы. Вначале была структура, и структура была у Бога, и структура сама и была Богом. Вот в это и верим. Вот это великая структура. И когда Баху нужно было самому для себя это решить, он и написал токату в 24 года. Вот, он написал. Итак, логос, структура. Зона золотого сечения. Абсолютная зона золотого сечения. Здесь глаза Моны Лизы, здесь начало куполов. Распространение. Второй раз. Центр, ось симметрии. Третий раз. Золотое сечение слева направо. Перед нами три единства логоса. Золотое сечение. Золотое сечение. Центр, ось симметрии. И через эти три линии можно провести все геометрические линии. Перейти в бесконечность, в вечность. Во все бесконечное движение. Кругообразное, треугольное, квадратное, параллелепипедное. Все какое угодно. Вся геометрия в этих трех точках. А потом Бах говорит. Итак, вот он. Три единства логоса. Ну, отец, сын и дух. Кстати, об этом очень здорово говорит Александр Сергеевич Пушкин в маленькой трагедии Моцарта и Сальери. Помните, в самом начале он говорит. Все говорят, нет Бога на земле, но Бога нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. С чего начинает Пушкин маленькую трагедию? С того, чем обычно все гении заканчивают. Потери Бога. Сальери говорит всем. Я потерял Бога. Это какой Достоевский, если бы сравниться. Слышите? Католик. Чудесный. Всеми любимый. Композитор. В парике. Напудренный. Чудный. Говорит. Бога нет. И выше. Правды нет. Нет правды. Значит, нет Бога. А если потерял Бога, есть два варианта. Или искать его, или жить так, как если Бога нет. Без Бога. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сальери хороший, мудрый, добрый. Он начинает искать. И находит его. Буквально через три страницы. Когда Моцарт играет ему свою музыку, Сальери говорит. Какая глубина, какая смелость, какая стройность. Слышите, что он говорит? Бог отец, Бог сын и Бог дух. Потому что глубина – это отец, который знает, что сына нужно отдать в жертву. Смелость – это сын, который пойдет с собой жертвовать. А стройность – это духовное благословение. Помните, как в троице, да? Один отдает, другой принимает, а третий благословляет. А внешне все три ангела у Рублева за мяском тянутся. Вот одна ручка вот так тянется, другая вот так, а третья вот так. А на самом деле, один, каждое движение, тонкость какая, да? Отец, отдающий сына, сын, принимающий от отца. И дух, благословляющий эту акцию. И все они три едины, замкнуты в наш баховский круг, в три единства, вот в эту токату. То есть Рублев и Бах – родные братья. Только в разные века они друг от других понятия явили. Но пишут об одном и том же. Когда Димчик-то считывает информацию оттуда, поэтому не важно, что Рублев был русским, а Бах был немцем. Что Рублев был православным, а Бах – протестантом. Рублев жил в ту татарскую эпоху, а Бах жил в обществе Мартина Лютера и обрабатывал хоралы. И вот, слушайте, Бах дает нам три единства Логоса, а потом, что противостоит Логосу? Хаос, смерть, разрушение. Вот оно. Самый страшный аккорд в истории музыки. Вот он. Куда там к Шиштофу Пендерецкому? Куда там Шостаковичу? Он превзошел все Бах, потому что он дает гигантский аккорд с педалью в басах, без терции, вообще без терции. А аккорд без терции, он немыслим. Аккорд без терции не живет. У нас есть либо большая терция, аккорд неба, то есть абсолютная гармония, обертоновая система, и малая, аккорд смерти. Это мы на Земле придумали малую терцию, минора в космосе нет, вы знаете, да? В космосе только мажор, вот. А минор – это наше знание о смерти. Вот эти полтона поворот – это и есть принципиальная разница между космическим бессмертием и земной смертью тела. Что же делает Бах? Он дает аккорд, равный по разрушительности только водородной бомбе, ее взрыву или вспышке сверхновой. Потому что если я бы стал музыковически анализировать этот аккорд, то с точки зрения христианства, с точки зрения вечного великого знания – это страшный аккорд. После этого нужно всем помирать. Вот он. Вот если я его сыграю в едином, рядом все нотки друг с другом, вот что будет, слушайте. И вдруг. Вот она. Мажорная терция. Небесная космическая фа-диез спустилась вниз, ввела это в мажор и дала нам знание о бессмертии. То есть все, что мы наблюдаем сегодня – это вспышки сверхновых, эти постоянные разговоры о смерти, этот страх смерти живого тела, который не хочет стареть, уходить туда и все время отсчитывает вот время, время. Бессмыслица, бессмыслица, абсурд, говорит Бах, вот же, чем это все кончается. И после этого окончания начинается потом великая фуга, строительство. Помните? Уникальное строительство, которое построено на чем? Помните? Обращаю ваше внимание первые три звука фуги. И мотив. То есть Бах моментально показывает нам, что эти три звука есть не что иное, как всего лишь начало строительства. Три единства Бога есть не что иное, как звуковой посыл в бесконечную, грандиозную стройку вселенной. Если продолжить эту фугу, то вы помните, в какую чудесную мелодию она перерастет уже в третьем своем проведении. Куда там Игорю Крутому по красоте мелодии, которая у Баха 300 лет назад просто одно из противосложений фуги. Никто из них уже никогда не достигнет уровня этих мелодий, этого духа, то, что Бах когда-то сказал. Как только мы обращаемся к великой музыке, у нас начинается головокружение, потому что кто-то позиционирует себя как русский. Для всех, кто позиционирует себя русским, я сейчас играю одну из самых великих русских мелодий на земле. Вы слышали такую ямщицкую песню? Кто слышал? Наверное, слышали? Ну, конечно же, это же побочная партия третьей части первой фортепианной сонаты Людвига Лан Бетховена. Так кто же мы по национальности? Наверное, та же, что и у Бетховена. Потому что он в скрипичном концерте повторяет и подчеркивает свою безумную любовь к русской музыке через эту невероятную ямщицкую песню, в которой вообще всякое русское сердце просто разрывается на части от ее красоты. Вот она. Если еще не разорвалось, слушайте дальше. Любимая, какие расстояния? Ну, да кто же мы? Латыши, в конце концов. Русские, немцы, австрийцы, венцы. Да ясно же кто. Мы, европейцы, представители планеты Земля, дети и внуки Баха, Моцарта, Бетховена, Шекспира, Брамса. Поэтому оставьте все эти глупости. Я русским говорю, как вы можете каждый день три часа слушать про Путина и пять часов про Медведева, когда вы Гоголя не читали? Вы что, с ума сошли? Обомлели, отупели? Вы что, серьезно люди? А посмотрите же на них, зачем о них говорить? А что, они вам деньги дадут или как? Или наоборот? А вдруг дадут? Неужели мы от них зависим? Да нет, нормальный человек не зависит ни от кого из них. Нормальный человек зависит только от того, в какой, в чьей интерпретации он услышал эту мелодию из скрипичного концерта Бетховена. Слышал ли он, как Хельхетт сыграет немножко быстровато, или Минухин всем сердцем, или Ойстрах, так классично, как сам Моцарт бы сыграл. Вот что главное. Все остальное ирелевантно. Забудьте это. И тогда у нас нет ни возраста, ни национальности. Нет, кое-что у нас есть. У нас есть Рига. Великий город, в котором начинал Вагнер. В котором дирижил он Малер, и в котором Чайковский увидал его и сказал, Капельмейстер здесь не какой-нибудь, а просто гениальный. Вот Чайковский здесь услышал Малера и просто обомрел. Он не знал еще, если бы он только знал еще, что перед ним гениальный композитор на сломе эпоха. Он просто увидал, как человек машет руками здесь в Риге и сказал, ого. Ну, казалось бы, ну кем надо быть? Чайковским. Чтобы увидеть, просто человек махал, махал. Чайковский, это же гений там. Он не знал, что Малер композитор. Он просто увидал движение рук. И через руки к гению Чайковского, к гению Малера, передалась энергия. Чайковский, не зная в чем дело, сказал, это гений. Интересно как, да? На самом деле все искусство по-хорошему мистично. Оно на самом деле скрыто и скрывает, и открывает для нас такие глубины, такие невероятные возможности, что радость, она просто захлестывает. Мне говорят, ну почему вы так много улыбаетесь? Я говорю, какой я счастливый, Господи! Какое счастье! Я же мог прожить в другом теле эту жизнь. Я мог быть каким-нибудь тем, который так никогда и не узнает. Никогда, представляете, никогда не узнает. Вот такую, например, шутку, которую я вам сейчас покажу. Я говорю, она тоже из фильма «Бах-2», но в фильме она немножко снята изображениями. А здесь прямой эффект. Вы знаете же, что Бах удивительный шутник и утверждает, что Альберт Эйнштейн в одном из частных писем, собственно, действительно сказал, что если бы не было фуг Баха, я бы не понял, что Е равняется МС квадрат, а скорость света в вакууме величина постоянная, то есть константа. Почему? Вот почему. Среди многих фуг, среди 48 фуг, у Баха есть одна такая очень смешная. Когда пастухи увидали звезду Вифлеема, они стали танцевать от радости. Вообще в те времена в Палестине, в Иудее, как только радовались, прежде всего танцевали. Вот радость и танец тут же. На улице, в поле, где застанет радость, там и танцуют. Вот один так кланяется и танцует на всех картинах старых мастеров, другой вот так, а третий вокруг своей оси. Вот я вам сейчас покажу. У Баха есть такая фуга. Волхвы, пастухи. Второй. Третий. Вот и получается. Второй. Весна Вифлеемская. Светит маленькая звездочка. Третий. Кстати, если я сейчас придумаю аккомпанемент к этой теме, то вы услышите, что русский и немецкий мужик танцуют одинаково. С аккомпанементом это будет почти барыня-сударыня. Слушайте. А Бах не придумал аккомпанемента. Ему было не до этого. Он, как всегда, согласно Эйнштейну и релятивистской теории, запускает эту тему в космос. Когда у Альберта Эйнштейна спросили, а как же теперь создать модель Вселенной? Эйнштейн сказал очень просто. Вселенная – это слоеный пирог. Вот в каждом слое свое время и своя консистенция. Гениально! Все физики схватились за голову. Гениально! Вот ответ на все вопросы. Если бы физики внимательно послушали фугу, любую, которая появилась за 300 лет до Эйнштейна и за 100 лет до Иоганна Себастьяна Баха, они бы тоже схватились за голову. Потому что Эйнштейн, говоря о слоеном пироге, сказал о строительстве фуги. Он просто рассказал о том, как строится фуга. Слоеный пирог, где в каждом слое свое время и своя консистенция. Вот. А шутка заключается в том, что для того, чтобы до конца понять, что сделал Бах и почему он пятый евангелист Господа Иисуса Христа и почему он приближен к Эйнштейну, я сейчас попробую пошутить. Представьте себе, что эта тема с двумя поклонами и хороводом пришла бы в голову не Баху, а Вольфгангу Амадею Моцарту, как бы она зазвучала у него? Совсем по-другому. Наверное, вот так. А если бы не Моцарту, а Бетховену, как бы она прозвучала, детство совсем другое, наверное, соната началась бы вот так. А если бы Шопен, нашему нежному тонкому гению юбилей, которого мы в этом году всем миром отмечаем, как бы зазвучал бы он актюрн с этой же темой? Наверное, вот так. Моцарту Моцарту А если бы не Шопену, а Листу? А если бы не Шопену, хрупкому тонкому, а Листу, этому дьяволу, который сначала разбил судьбы многих роскошнейших женщин Европы, а потом отправился в аббатство отмаливать грехи у Бога, аббат, лист. Как бы он изобразил эту тему? Наверное, как всегда, по-хулигански, примерно вот так. А если бы эта тема пришла в голову Брамину, Иоганну Себастьяну, то есть Иоганну Себрамсу, вы помните, были вагнарианцы и брамины вагнарианцы, сумасшедшие, сказали, что нет Бога, кроме Вагнера. А Бах, пророк его, подготовил на земле появление Вагнера. Они дошли до того, что кричали, вы послушайте, только неужели непонятно, что никто ничего подобного не может написать. И играли в доказательство того, что Вагнер Бог. Брамины кричали, но это же рэп-бемоль-мажорное трезвучие. Вагнарианцы кричали, это не важно, как оно сделано? Как оно сделано? Просто арпеджио мы так разыгрываемся, пианисты. Но вагнарианцам уже нельзя было ничего доказать, это сверхбог. А брамины, они никуда ни в какой байрайт не ездили. Они приходили в небольшие залы, и выходил невысокий полноватый человек с бородой, с детскими глазами, совершенно детским голосом садился и играл. И это было тайное вещание, как бы Брамс изобразил эту баховскую тему. Наверное, вот так, мудро, как всегда. А если бы эта тема пришла? Вставь в голову Раймону Павловсу. Но эта тема пришла в голову Иоганну Себастьяну Баху. И он сделал то, что через 300 лет заставило Альберта Эйнштейна вскричать «Е равняется МЦ квадрат, а скорость света в вакууме константа». Потому что Бах не только провел эту тему, через все перипетии торта во всех временах и всех пространствах он еще ухитрился отделить поклоны от хороводов и завести им свои орбиты. У поклонов появились свои орбиты, у хороводов свои. Если я после всех этих листов сумею доиграть до поклонов и хороводов, Господи, помоги. Вообще-то у человека, который чутко это слышит, у него начинает кружиться голова. А это ведь все простая трехголосная фуга. Самая простая из всего хорошо темперированного клавира. Это не пятиголосная тройная фуга, где в трех разных измерениях, в пяти голосах звучит тема распятия, оплакивания и преображения Господни. Вы знаете, в Японии есть такой институт научно-исследовательский, который все время засовывает всю информацию о фугах. Уже 28 лет он существует. Всю информацию обо всех фугах, кроме одной. Вот этой. До диез минорной. Из хорошо темперированного клавира. Номер 4, первая часть. И говорит, напиши по всем законам эту пятиголосную на три темы. А компьютеры все говорят, такой фуге существовать не может. Люди говорят, она есть, понимаешь, дурак? Есть! Она написана. Тебя тут просят переписать ее еще раз, доказать, что она есть. Компьютер говорит, нет. У него миллионы операций в секунду. Он говорит, нет. Значит, что такое баховский мозг? А как она может быть, говорит, компьютер? Вы что, мне засунули в мозг? Послушайте, вот это тема распятия. Ну, в пяти голосах я ее как-то проведу. Ну, хотя бы в трех проведу. Ну, во-первых, в пяти уже я не проведу. А во-вторых, вы же хотите, чтобы я взял вторую тему оплакивания. И соединил в пяти голосах с темой распятия. Это невозможно. Но, мало того, вы хотите, чтобы я взял третью тему преображения. И соединил в пяти голосах с темой распятия и темой оплакивания. Этого в мире не существует. Японцы бьют его ногами. Кричат, существует. Есть эта фуга. Понимаешь, был такой бах, композитал. И он это все написал. Но все самые современные роботы отступают. Нету, и все тут. Ему же говорят, да плюньте вы на него, засуньте вы эту фугу ему, чтобы он подавился и понял, что есть. Нет, мы сделаем такой компьютер. И вот все работает. На целый институт. Крупнейшие, все новейшие достижения. Миллион операций в секунду. Пять миллионов. Миллиард уже. Уже все звезды пересчитали. А баховскую фугу написать не могут. Всего три темы в пяти голосах. Ну, что делать? Вот какие мы. Вот, а бах смотрит. А бог смотрит, улыбается. Говорит, да попробуйте, попробуйте. Это же моя загадка. Я же его сам благословлял на все это. Этого человека странного, такого неуживчивого, такого. Ух, сердитый был. На сыновей сердился. Так рассердился, что они даже после смерти сказали, папа старый парик. И вообще папа был хорошим органистом, но никудышним композитором. И между нами, говорят, человек был совсем. Ну, знаете, как вел себя, да, скрипку забирает, говорит, позвольте вашу скрипку, и по голове скрипкой концертмейстера. Ну, как так можно? Ну, это же нехорошо. Или сказать фаготисту, что он паршивая грязная свинья. Потому что фаготист сыграл, видите, три фальшивых ноты. После этого разбирательство в магистрате идет. Бах судился. Три четверти своей жизни. По всем вопросам. А когда у него родился 17-й ребенок, а потом 18-й, он написал в магистрате, что в этом году прошу поставить мне больше вяленой рыбы и больше пива, поскольку у меня семья увеличилась на двух человек. Вот я до сих пор не могу понять и спрашиваю немцев, почему пиво? Ну, вяленая рыба, предположим, для новорожденного это то, что надо. Но пиво? Неужели Бах поощрял детское пьянство? А мне сказали, что нет-нет, просто в те времена давали ребенку чайную ложечку пива. Ну, дрожжевой, это было полезно, других таких средств не было сильных. Там в ротике не образовался, там цистит и все прочее. Очищали ротик. Я говорю, подождите, Бах же просил нам на несколько бочек больше пива. Ну, видите ли, он просто этим воспользовался, он очень любил пиво. И он, конечно же, у детей это пиво отпивал. Вот больше, чем дети пили. Понимаете, когда начинаешь думать о земном и небесном, то рождается чувство огромной радости. Он такой же, как мы, и он не такой же, как мы. У него половина тела такая же, как у нас, а какой-то родимчик там, он сообщает солнце с этими высшими силами, и мы тогда уже вообще ничего не понимаем. Вот возьмем такой пример. Пример возьмем... А где... А, вот ноты. Людмила Трифонова-Пианетка сейчас будет играть со мной вместе. Добро пожаловать, Людмила. Вот, и мы начнем сейчас совсем необычно. Именно в связи с тем, о чем я сейчас говорил, мы с вами и пошутим. А если вы не испугаетесь без репетиции сыграть эту очень сложную четвертую прелюдию, ну, раз я уже предупреждаю, что без репетиции, ну, вы ее знаете, как пианистка. Да? А сначала первую. Это со мной все пианисты мучаются, потому что, видите, кипа нот, и я не знаю, что играть. Вот что придет, я сказал, что я буду смотреть на людей, на обстановку, на температуру воздуха. Вот сейчас жарко, я понимаю, тяжело становится. Что бы я ни делал, победить жару трудно, я знаю. Можете там снять пиджаки, кофты у кого-то, свитера. Останьтесь в майках, плюньте на все. Главное, чтобы было удобно, уютно. Вот пример гений на земле и в небе. 20 век. Самая страшная жизнь была у него, не у Бетховена, потому что, хоть и глухой, но любимый многими. Ну, спорили с ним, ну, не всем все нравилось. Ну, всем нравится только стодолларовая бумажка, поэтому нельзя требовать, чтобы всем нравилось. Но вот у него все-таки была аудитория. Он написал пятую симфонию, все ждали шестую. Он написал шестую, все ждали седьмую. А в девятую он даже вообще обратился ко всему миру, обниметесь миллионы, значит, верил в то, что весь мир его когда-то услышит. С такой верой легко жить, понимаете? Он же к миллионам обратился. Значит, знал, понимал эти миллионы, знал, что будет. И это давало ему радость, как всякому просветителю, как всякому человеку, представляющему классицизм. А вот самая страшная жизнь. Кто-то сказал, что Шумана только и думал о самоубийстве, наконец прыгнул в речку и с трудом вытащили. И вообще и звуки все время какие-то и в ужас входил. И то себя и в себе называл то Флорестаном, то опять становился Робертом. То ему казалось, что ему мешает Клара своей музыкой, потому что она играет дьявольскую музыку. То вдруг он требовал, чтобы все замолчали до два часа, потому что начался процесс диктовки ему. Битховен с Моцартом из гробов диктуют Шуману музыку. В общем, нелегкий был муж, прямо вам скажу. Для Клары Шуман нелегкий был муж, очень тяжелый. Вот, наверное, у него была самая страшная жизнь. Нет, самая страшная жизнь всех композиторов была у советского композитора Дмитрия Шостаковича. Страшней не было. Он всю свою жизнь находился в состоянии полного, полного наибрастинического ужаса. У него все дергалось. Он даже когда людей видел, он шел и говорил, рад видеть, рад видеть, рад видеть. Потому что когда я говорю, здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич, рад видеть, рад видеть. То есть он боялся, что его остановят и что-то скажут. А что сказать? Не надо ничего говорить. Он жил в том мире, очень страшном, он боялся. Он боялся Сталина, он боялся власти. Он все время около его дома ездили эти, демонстрировали танки, ракеты, что вот скоро возьмем весь мир, коммунизмом опутаем. Он ужасно этого боялся, что весь мир опутают коммунизмом. И он боялся говорить. Когда от него требовали говорить, он говорил более коммунистические вещи, чем коммунистическая партия. Он очень боялся. И даже когда он у лифта ночами сидел с чемоданчиком, чтобы в дом не вошли, а чтобы сразу брали в 1948 году, сразу, сразу, чтобы детей не разбудили, или жену, он с чемоданчиком сидел и слушал, когда лифт туда-сюда. И каждый раз машина проезжает. Вот оно. Ну как можно жить, да? Как можно писать? А если, например, коммунистическая партия требует от советских композиторов, чтобы они писали как Чайковский все? Потому что на Чайковском вот закончилась музыка. И тот, кто не пишет как Чайковский, он формалист. Враг народа. Сумбур вместо музыки. И вот уже в самом начале, очень ранее, Шостакович начал игры в прятки со смертью. Вот сейчас мы вам сыграем прелюдию про прятки со смертью. Партия требует? А композитор отвечает. Он же всю свою творческую жизнь прожил при советской власти. Он понимал, чего надо партии. Сейчас мы вам сыграем это одно из самых остроумных творений мировой музыки. Прелюдия до диэс минор. Я сейчас буду делать все возможное, чтобы вы, если вы даже вслух рассмеетесь, не бойтесь. Это очень здорово. Потому что там... А, хочу, чтобы вы еще услышали там ламца-дритца-ца-ца внутри прелюдии. Хочу, чтобы вы услышали знаменитый футбольный и хоккейный клич. И чтобы вы там же услышали собачий вальс. Но в основе всего, в основе всего лежит та мелодия, которую требовали партии правительства. Как у Чайковского. Даже еще лучше. Ах, сыграйте, ах. Как говорит жена Присыпкина, бывшего партийца, бывшего рабочего, ныне жениха. Присыпкин стал Пьером Скрипкиным. Это его послебрачная фамилия. И теперь он боится больше всего, чтобы не оттоптали ножки его рояли. Так он и говорит. Не оттопчите ножки моей рояли. Итак, внимание. Начинаем. Уникальная двойственность Шостаковича. И ламца-дрица, и собачий вальс, и издевательство над всем и вся. Фига в кармане, но постоянное возвращение самой прекрасной мелодии на земле. Лучи-Cемчийковской. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Непманы вообще интеллигенты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Профбилет. Профбилет давал Непманам скидки налоговые Поэтому они взяли себе в семью Пьера Скрипкина, бывшего Присыпкина Партийца и рабочего А женится он на дочери Кассирше и маникюрше Эльзивире Давидовне Ренессанс Эльзивира Давидовна Ренессанс Ну там Маяковский Очень лирично описывает, как выглядит Невеста. Ну и милка, ну и чудо Одни груди по два пуды Так вот Шостакович был всегда Под впечатлением того, как он сотрудничал С Маяковским и с Мейерхольдом В театре там вон На Рубинштейна Ныне Зазеркалье И как он писал музыку ко всему этому У него это на всю жизнь проявилось У него во всех симфониях появляются эти куски А вот целая прелюдия Съезжались к ЗАГСу трамвай, там красная свадьба была Съезжались к ЗАГСу трамвай, вы слышите, да? Это понять можно только в Советском Союзе бывшем Когда рассказываешь На обманывание говорит, а что, рельсы переложили? Конечно Много денег стоит Чтобы все трамваи переложить, все пути Если надо А надо, свадьба Начали Одно из гениальных полек Съезжались к ЗАГСу трамвай, вы слышите, да? 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 ЗАГСу трамвай, вы слышите, да? Так, Березовский, вот эти четыре Смотрите, эти четыре, да? Или три, сколько должно быть? Ну, Березовский Хочется сразу произвести величайший контраст После всего этого прийти к такой невероятной чистоте гармонии музыки Вы знаете, когда я приезжаю в Украину, то я говорю украинцам Вы когда поедете в Болонию, то обязательно подойдите к Болонской музыкальной академии Там впереди три бюста, три монумента, три памятника Один из них Вольфгангамадею Моцарту Другой Кристофу Виллибальду Глюку А третий вашему украинцу Максиму Сазонтичу Березовскому Они говорят, какому Березовскому? Я говорю, не тому, не тому, а вашему А какой наш? Я говорю, из города Глухова Гений Да, у нас такой гений Что ты говоришь? Я говорю, да, вот я еврей из Швеции Приехал вам доложить, что у вас был один из величайших композиторов мира Который почетный член Болонской музыкальной академии Да Да Только судьба-то другая была Его же потом забрали из Глухова, из Украины в Петербург Всех тогда еще забирали 300-200 лет назад И в петербургской певческой капелле он показал себя совершеннейшим гением Всем было ясно Его отправили вообще учиться в Болонию Это был центр музыкальной Европы Там Падро Мартини сам великий работал И когда молодой Березовский приехал, всем стало ясно Это такой же гений, как и Моцарт Они, кстати, с разницей в один год стали почетными членами Болонской музыкальной академии 13-летний Моцарт, а за ним, по-моему, 18-летний Сведение, разница, скудное сведение Некоторые даже говорят, что он все-таки был крепостным Графа Шереметьево потом получил разрешение первой крепостной, который уехал Но мы до конца не знаем, потому что он был забыт на 200 лет И мы сейчас вытаскиваем, пытаемся узнать А знаем только одно, что он, когда вернулся в Россию А сам вернулся добровольно Никто его не заставлял Вот, перешел границу, а ему сказали, что он никакой не почетный член Болонии А обыкновенное ничтожество И он взял и сразу что он сделал? Ну, естественно, что делать? Ничтожество, да? Когда почетный член Болонии становится ничтожеством в Петербурге Ничтожество тут же перерезает себе в горло Что он и сделал И ушел из мира на два месяца раньше, чем в свое время Франц Шуберт А его музыка вообще была забыта, заброшена А почила в архивах Вообще она никому была не нужна А в коммунистические времена совсем никому уж Больно религиозный был композитор 30 лет назад великий Игуди Минухин На окраине Парижа в какой-то библиотеке выкопал ноты Говорит, русские, посмотрите, это, наверное, ваш Максим Березовский Русские посмотрели и остолбенели Точно, наши сказали русские А украинцы так и не узнали Поэтому считается великим русским композитором Это я такую диверсию устроил Украинцам сказал, что он важен, сам ли он из Глухого Но это не важно теперь, чей Я просто лишний раз говорю, что это значит Очень трудно определить, кто где Но в конце концов, что такое первый фортепианный концерт Чайковского Как не концерт на украинские народные темы Если на то пошло, да? Начиная от веснянки и кончая главной темой Знаменитой Кобзарской Такая печальная, помните? А Чайковский, помните, что сделал? Вот украинцы не узнали ее Вместо того, чтобы плакать, не знают, что это их тема Так вот, сейчас мы вам сыграем вторую часть этой сенаты Я вообще горжусь тем, что я был первый вообще на Западе Кто в своем первом диске, когда я оказался в Швеции Записал этот диск и записал музыку Березовского В том числе эту И именно благодаря тому, что я это сделал Когда у шведов спрашивают Какие величайших русских композиторов они знают Они говорят, Чайковский, Мусоргский, Рахманинов, Березовский, Скрябин Не удивляйтесь, что они назовут Березовского Потому что очень большие тиражи были моих дисков, повторные И практически у каждого пятого-шестого шведа Есть этот диск с записью Березовского И они это очень любят Абсолютнейший Моцарт, который заглянул в Россию Что-то такая красивая музыка Чистая-чистая КОНЕЦ 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 МОЦАРТ МОЦАРТ МИНУЭТ КОНЕЦ МОЦАРТ КОНЕЦ Ну, тут, когда... да. Ну, раз уж мы играли Березовского Значит, было бы совершенно ужасно, если бы мы не сыграли музыку МОЦАРТа. Если здесь есть еще люди, которые не слышали этого моего призыва, пожалуйста, не забудьте. И особенно те, кто еще не рожали или чьи дети еще не рожали, дочери не рожали. Пожалуйста, передайте им, как только почувствуют, что там в барокамере это космическое чудо, пожалуйста, немедленно начинайте слушать музыку Вольфганга Амаде и Моцарт. Это каждый день. Пожалуйста, умоляю вас, вот так легко даже решить вот эту проблему следующего поколения, если бы все услышали. Я даже выпустил специальные диски для этого, но они находятся в Нижнем Новгороде, их заказывают со всего мира. Вот они все время оттуда высылают эти диски. Уже несколько тысяч человек уже рассказали феноменальные вещи. Например, что оказалось не только сама музыка, но почему-то мой голос для детей оказался очень важным. И как только начинается, мама ставит пластинку, я говорю, здравствуй, дорогая будущая мама. Ребенок там замирает. Тут же моментально еще музыка не началась, а я начинаю с музыки 15-го века, совершенно гениального композитора, который написал 20-ти голосную музыку. 40-го голосную, 5 хоров по 8 голосов. 40 голосов. Потом музыка потеряла это великое чудо. Вот. Начинается с этого. Это нужно слушать вот, когда женщина только поняла, что она беременна. Вот уже для того, чтобы почувствовать себя в этом мире, вот это вообще музыка уникальная, совершенно ее мало кто знает. Это гениальное творение англичанина. А потом я комментирую музыку, говорю, вот это к 8 неделям. Как вы думаете, какой композитор, когда у ребенка начинает формироваться вестибулярный аппарат? Ведь это же очень сложно, сформировать вестибулярный аппарат, потому что там все движется, ребенок движется, все органы движутся, мама движется, земля движется, солнечная система движется, млечный путь движется, вселенная движется, разбегается все. У ребенка же это сумма движений, он же слышит свое космическое все это, и в это время должен сформироваться вестибулярный аппарат. Куда? В какую сторону? И тогда я там предлагаю. Я рассказываю об этом и говорю, а теперь, слушайте, какое чудо, сейчас вы поставите вестибулярный аппарат в гениальный третий концерт Каррелли кончерта Гросса, там все виды движений! Там паскалевское движение... Это что-то немысливое. Начинают вертеться колёсики вселенной. Начинают точно пронизывать пульсир. Послушайте сами, вот на этом диске можете заказать, сейчас будут повторные издания, повторные экземпляры. Это что-то невероятное. И задумал я не только для беременных, но и для человека, который просто, даже для мужчин, не беременных, и то подходит. Потому что важно, вот там все построено так, что человек или рождается, или возрождается. Поэтому не пугайтесь те, у кого, кто не планирует детей. Там вот целых два диска, и каждое произведение, там, например, есть музыка Битхойна определенная, в которой абсолютная гармония между Аполлоническим и Дионисийским, вот привести в порядок вот это. А то все время про чакры и про мантры говорят. Есть же куда более важные вещи, Аполлоническое и Дионисийское. Вот это вот очень серьезно. Ну, а вот сейчас я хочу, чтобы мы вам сыграли вторую часть из двухчастной сонаты Вольганга, Амадея, Моцарта. И знаете, что я вам скажу? Мы будем играть очень необычную сонату, необычную музыку. Минуэт. Дело в том, что когда-то я не играл этого Минуэта, потому что мне казалось, что он скучный. Господи, сколько лет я потерял, сколько лет я пропустил. Более удивительной музыки я не знаю у Моцарта сегодня, когда я понял, как играть. Мы вам сейчас сыграем. Моцарт стесняется Минуэта, потому что папаша Гайн уже не в моде, как бы. А Моцарт должен писать Минуэты по законам венской классики. Он его пишет. Только такой смешной Минуэт. У Моцарта никогда не было настоящего Минуэта. Все либо печальные, либо шуточные, либо драматичные. Вот сейчас вы слышите такой Минуэт. Ой, а в средине вдруг появляется единственный в музыке аналог улыбки Джоконды. Мон и Лиза. Я больше у Моцарта такого не знаю. Сейчас вы услышите. Каждые несколько секунд смена состояния между жизнью и смертью в средине этой музыки. Это что-то немыслимое. Я каждый раз, как играю, как будто вступаю в новую вселенную. Чувствую совершенно иные импульсы. Послушайте, какой чудный Минуэт. Сейчас, сейчас, сейчас. Особенно важно для тех, у кого есть хорошее чувство юмора. Крайние разделы Минуэта. Крайние разделы Минуэта. Крайние разделы Минуэта. Крайние разделы Минуэта. Играет музыка 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 Здесь все хорошо, кроме того, что отсутствуют кондиционеры Я смотрю на часы время пролетает так быстро, поэтому Скоро мы подойдем к концу Я даже, как всегда, оставлю время для вопросов Потому что это необычные у меня концерты Концерты со словами И если будут вопросы какие-то неожиданные То я с удовольствием на них попробую ответить И поэтому мы сейчас, да-да-да, совершенно верно Мы сейчас сыграем с вами Эшпая Вот такой контакты, очень многое, да, вот такой контакты, есть иlot Теперь вот такой контакты, когда-то выйти из Индии, где они были кастой Играющих, танцующих, поющих. Только ничего им не разрешалось делать, кроме как петь и танцевать. Счастливая каста, а? Фой, танцуй в Индии. Из поколения в поколение. Рождались у певцов, пивуны, у танцоров, танцоры. Они все-таки ушли оттуда. Надоело им петь и танцевать. Они прошли, познакомились с Сирией. Господи, в Египет пришли, потом в Испанию. Всех там заразили какими-то странными мелодиями, какими-то вытащенными из Индии. Объединились с испанцами, с евреями, с арабами. Муританская культура. Породили фламенко, породили вербунг. Потом Лист с ума сходил, Моцарт с ума сходил. Вот я, кстати, в Молдавии сделал одну вещь. Удивительную совершенно. Я говорю, ну-ка, молдаване, я вам сейчас шуточку покажу. Вот. И сажусь и начинаю такую вещь играть просто. Вот. Кстати, на видео кто-то положил в интернет. Субтитры создавал DimaTorzok Они так в недоумении на меня смотрят. Что я делаю? Ну как же, я соединил молдавенявску с финалом пятого скрипичного концерта Моцарта. Он так безумно с ума сходил от вашей молдавенявски. Но я тогда не добавил, что это тоже все взаимопроникает. Это цыгане в Молдавию пришли через Бессарабию, кочуют. И не только с одним Олега расправились и с Емфирой. Нет, нет, нет. Они еще и с музыкой расправлялись. Они такое там натворили, что выясняется, что когда какой-то народ в исход пускается и куда-то приходит, то для культуры только полное благолепие. Чем больше, тем лучше. И для ребенка, чем больше нации участвует в его делании или создании, ну дел не двое, а вообще много должно быть, тем лучше для детей, для потомства и для будущего. Поэтому как только видите блондинки и брюнетов, немедленно знакомьтесь на всякий случай и так далее. В общем, очень полезно для народов. Это все невероятно здорово. И мы вам сейчас сыграем то, что получается в результате. В результате у Ишпая вот накопили все эти поколения и получились вот такие три венгерских напева. Сначала такая импровизация, потом быстрее, а потом еще быстрее. В общем, такой интересный получился опыт. Почти цыган Каравеля или какая-нибудь музыка Беллы Бартака. А вообще вербунг, цыганский вербунг, вербовка. Почти цыган Каравеля Почти цыган Каравеля Почти цыган Каравеля СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я знаю, жарко. Хочется на свежий воздух. В старую Ригу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА История последняя шутка, если будут вопросы, ответы. Это случилось в 1912 году в Каунасе. Газеты вышли с сообщением, впервые в истории шестилетний ребенок будет играть концерт Мандельсона в трех частях с оркестром. Народ не поверил, шестилетний ребенок Мандельсона не может играть в трех частях с оркестром. Но попробовали купить билеты и выяснилось, что желающих намного больше, чем сумма всех посадочных мест во всех залах Каунас. Решили сделать концерт на площади. По мост 40 тысяч человек собралось. В оркестр приехали музыканты из разных столиц, из разных стран, чтобы иметь счастье и аккомпанировать шестилетнему малышу, который будет играть концерт Мандельсона. И вы знаете, что привели этого мальчика, такой маконький такой кукленок с глазками голубыми, всю жизнь у него были голубые глаза, кудряшечка такая. Вот подняли на сцену, оркестр огромный, дирижер, неужели будет играть Мандельсона? Дирижер взмахнул руками, оркестр начал играть, и малыш должен вот как раз этой мелодии вступить, одной из самых прекрасных мелодий любви, которая только когда-либо озарила человечество, открывающее великий концерт Мандельсона. Мандельсона Он должен был начать играть, но он не стал играть. Стоп, стоп, говорит дирижер, еще раз, еще раз. А ребенок опять не играет. Что с тобой? Не хочу. Сорок тысяч человек собрались слушать тебя. Что такое? Не хочу. Как это не хочу? Почему? Потому что я хочу покататься на ослике. На каком ослике? Там. И все музыканты, в том числе и дирижер, посмотрели за Неман. А там была ярмарка. И маленькие мальчики и девочки катались на пони. На том ослике. Давай сделаем так, говорит дирижер, сначала мы сыграем, потому что сорок тысяч человек собрались тебя слушать, сыграем до сорока тысяч, а потом, да, ты будешь кататься на ослике. Это же недолго концерт Мандельсона, какие-нибудь сорок три минуты с каденцией. Я хочу сначала покататься на ослике. И тут впервые за всю историю музыки сорок тысяч человек закричали примерно следующее. Мы подождем. Они ждали. Примерно полтора часа. Он никак не хотел слезать с осликов. Пришлось везти его на ослике на сцену. Ослика привязали к сцене. Этому ослику я бы поставил памятники во всех цивилизованных странах мира. Потому что ослик за весь Мандельсон сорок три минуты ни разу не якнул. Он внимательно слушал шестилетнего ребенка, который играл этот великий концерт. Он вырос, этот ребенок. Его имя известно всякому любителю музыки, потому что он действительно символ скрипки. Яша Хейфиц. Весь мир признал его мэтром абсолютным. Величайшим из когда-либо живших скрипачей, кроме одного народа. Румынского народа. Целый народ считает, что если ребенок не рожден румынской мамой, то нечего даже и думать о том, чтобы играть на скрипке. Румынские женщины даже утверждают, что когда румынский ребенок рождается, то он кричит не «А!», как все обыкновенные дети, а как румынский ребенок кричит «Скрипку!». Ему дают вот такую маленькую скрипочку, и смычок сразу после рождения. И он играет. Совсем не так, как, скажем, русские или латышские дети. Помните, как они играют? А в Швеции, например, вообще придумали, что главное – это не играть, а социально общаться. Поэтому ставят всех детей в ряд, только научившихся держать скрипку и играть эту самую мелодию, и они играют. Тогда это звучит так, что для нервных людей лучше это не слушать. Вот так. Но румынские дети, когда рождаются, играют свою первую мелодию, у них первая мелодия звучит совсем по-другому. Вот так, для мажора. Не сразу после рождения, все-таки две недели нужно порепетировать с папой. Поэтому не говорите ничего про Яшу Хейфица. Говорят румынские мамы и заодно папы, репетирующиеся своими детьми. Он не рожден румынской мамой. А Хейфиц так робко и за океаном. Он уже был за океаном. А еврейская мама разве совсем не подойдет? Ну, и тогда, говорит, ладно, посмотрим. И ему отправили ноты знаменитого Георгия Диннику, его обработку хора стакката, одного из символов вообще румынско-молдавской вот этой культуры, цыганско-вообще вербунковской. И Хейфиц получил ноты, действительно сумасшедшие ноты, и сказал, ага, нет, конечно, так я не смогу. Это слишком просто. И обработал это для себя. И это было его ноу-хау, это был его экстра номер. Вот где бы он что ни играл, самые серьезные залы, самые серьезные концерты, публика кричала еще, 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 он играл еще соло баха, публика кричал еще, он играл еще соло баха, публика кричал еще. Он понимал, чего ждет публика. И, наконец, кто-то из зала не удерживал, кричал, хора стакката, please. Вот когда он сыграл хора стакката, то было ясно. Больше ничего Хейфиц сыграть не будет. Ну, вы знаете, скрипка у него была все-таки мечта всем нашим. У него был Гварнери дель Джезу. Пушка. Вот у Паганини была пушка Гварнери дель Джезу. У Липинского, у Хейфица. Я недавно держал в руках, в интернете можете увидеть, у меня в руках скрипка Липинского. Гварнери дель Джезу, да, видели, да? Я там играю, но я вообще с ума схожу. Я играю, ну почему так звучит? Ну в чем дело? У меня хорошая скрипка Бруно Барбиери, итальянец, но... Очень трудно потом переходить на свою собственную скрипку. После этого, скажешь, скрипочка, извини, пожалуйста, я там сливновала, я знаю, сейчас все будет хорошо. Она такая обиженная вообще, так сердится, когда услыхала этого Гварнери дель Джезу. Но я сказал, у меня только на два часа ее принесли, я запишу видео, аудио, дам на Серебряной дождь, немножко оставлю на память, как это звучало, потому что сейчас у меня ее увезут и продадут за 12 миллионов долларов на аукционе в Сотби, начальная цена, да? В общем, короче говоря, он написал это со всеми фокусами стакката, особого приема, да? Я решил все-таки вернуть к первоначальному румынскому и молдавскому спикката и все-таки еще немножко, чуть-чуть вернуть некоторые элементы молдавско-румынского стиля назад, хотя, в принципе, и аккомпанемент, и форму оставил теми же. Итак, хоро-стакката. 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 Мне приходилось играть все. И есть несколько композиторов, которым я памятники поставлю, когда разбогатею, вот за то, что они соединяли классическую музыку с широкими кругами. Я поставил бы сразу памятник трем гениям. Бетховену за Элизу, Этому самому, Агиньскому за Полонез, а еще Чайковскому за Танец Маленьких Лебедей и Монти за Чардаш. Вот эти четыре творения, вот, вам же нравится, да? А это ведь классика, ПТУшники. Классика, да? А мы думали, что классика это только симфонии. Нет, это тоже классика. Ну, конечно, почему же не играть? И знаете, у меня дома, ну, теперь в Стокгольме есть коллекция записок из зала, полученных за 16 лет выступлений с просьбой сыграть Полонеза Гинского. Вы думаете, почему коллекция? Одно и то же, сыграйте, пожалуйста, Полонеза Гинского. Нет, в коллекции есть следующие перлы. Сыграйте, пожалуйста, Балане Асагинского. Сыграйте, пожалуйста, Баланесу Гинского. Баранесу Гинского. Дальше. Сыграйте, пожалуйста, вот шедевр. В одно слово. Баланеса Гинского. Вот только имени автора, к сожалению, не знаю. А была и такая феноменальная записка. Сыграйте, пожалуйста, опять в одно слово Полонеза Гинского, композитора Чайковского. То есть, потому что они знают, что есть какие-то две более или менее понятных вещи. Это, скажем, танец маленьких лебедей, композитора Чайковского, и какое-то произведение, которое называется Полонеза Гинского. Так вот у них соединилась Полонеза Гинского с Чайковским, и получилось то, что они любят. Сразу два названия и имя автора. Полонеза Гинского, который написал Чайковский. Ну и вот такая даже была записка. Пожалуйста, сыграйте музыку из моего любимого кинофильма Полонеза Гинского. Дело в том, что он снимался в нашей деревне, и я бы очень хотел познакомиться с композитором, автором красивой музыки, которая звучала в этом кинофильме. Я сказал, что я тоже очень был бы рад познакомиться с ним, но для этого мне нужно преодолеть некоторые барьеры времени и отправиться на 200 лет назад, да еще тогда воюющую против царской России Польшу, и, может быть, мне бы там совсем не поздоровалось. Поскольку я и не белорус, и не русский, да, так там совсем скажут, вообще путышишься под ногами, сволочь. Не до тебя сейчас. Вот поэтому я туда не хочу даже ценой знакомства с Михаилом Клефасом Агинским. Но есть общие какие-то законы, по которым идет восприятие. Почему, например, Полонеза Гинского в свое время завоевал такую популярность? Есть просто некоторые мотивы в музыке, которые сводят с ума любого. Это физиологизм почти. Это полный физиологизм. Он использован во всех любимых на земле произведениях. Слушайте. Дальше. И даже когда Бетховен в своем знаменитом фортепианном концерте первом вдруг... Все начинают в зале пританцовывать, даже серьезные, строгие ценители, потому что там невозможно устоять. Друг у Бетховена появляется Чаплинский мотив. Ну и, наконец, сам Чаплин, да? Ну и есть еще некоторые фокусы и коды, которые действительно действуют на подсознании. Человек просто в безумии полном. Ну почему, например, Полонеза Гинского я когда-то задавал свою цель? И почему, например, танец маленьких лебедей? Ну вот, с танцем маленьких лебедей все понятно. Это практически почти рок-музыка. Вот. Я сыграл две трети произведения уже. Там дальше будут некоторые изменения очень сложные в тексте. Вот. Но в основном остается вот этот бас, да? А Полонеза Гинского там еще хитрее. Я вам сейчас один раз только, да, сыграю тайный знак Полонеза Гинского, почему там что слышит подсознание, что слышит физиологическая часть человека. Там есть один уникальный пульс. Вот он. Аплодисменты. Это совсем, друзья, не значит, что «Танец маленьких лебедей» или «Понародец огенского плохи». Я просто рассказываю вам о тайнах, как случается, что некоторые произведения вдруг становятся общедоступными, общенародными. Понимаете, почему не «Танец феи дрожжей» из балета, почему именно «Танец маленьких лебедей». А вот есть такие внутренние законы, потому что мы, например, вот отсюда и наверх, и отсюда и вниз по-разному устроены. Там у нас все то же самое, что и у лягушек миллионы лет назад. А вот тут у нас штука, которой всего 20 тысяч лет. Она еще зародыш, и ей очень трудно. Поэтому, если ее все время ударять китайскими каплями казней или поп-музыкой, или безумной, только безальтернативной музыкой рок, особенно в ее плохих вариантах, то на этом человеческая жизнь заканчивается. Потому что вот это все, это, конечно, очень хрупко, и там быстро сдается. Вот поэтому задача создать электорат телевизионщики выполняют на 100%. И пиарщики, и все прочие. Они действительно создали идеальнейший электорат в истории человечества. Потому что, если мы объявили демократию, то теперь действительно должно быть голосование. А раз они пойдут голосовать, так они еще черт знают, что наголосуют в этом случае. Значит, надо искать все пути, чтобы они голосовали так же, как 40 лет назад. Вот и все. Для этого есть музыка, культура, то есть такая. То нужно им дать, чтобы они особенно не думали, что они свободны там уже настолько. Они должны быть такими же, как они были. Вот и все. Еще вопросы есть? Да. Ой. Давай. На скрипке? Сейчас я тебе расскажу, но, может быть, это будет не очень педагогично. Знаешь что, я сам, если бы меня оставили в покое и сказали бы, вот занимайся, сколько ты считаешь нужным, то я, видимо, считал нужным заниматься не больше, совру немножко, не больше часа. Но я хотел очень выступать, понимаешь, а вот сидеть и работать, мне все-таки, как всякому нормальному ребенку, мне очень хотелось. И тогда родители придумали одну ужасную вещь. Я очень любил кататься на велосипеде. У меня был велосипед «Орленок». И за каждый час занятий я получал возможность 15 минут кататься на велосипеде. И для того, чтобы уехать на полный час на «Орленке» на своем, а я жутко любил гонять на «Орленке», еще на задние колесо в те времена поднимался, без рук, без руля, значит, ехал вот так, все, любил очень. Ну, пару раз раскрасил лоб, но, в общем, обошлось все, видишь, выжил. Но, чтобы прокататься час, а меньше не было смысла выезжать, понимаешь, я 4 часа вынужден был заниматься. И моя тетушка, тетя Ида, ну, она жила с нами, потому что бабушка умерла, сестра, у нее все погибли на фронте, она осталась одна, она всегда жила с нами. У нее в один день пришли три похоронки, на мужа и на двоих сыновей, 13 ноября, в день моего рождения, то есть, правда, за 7 лет до моего дня рождения, даже больше, за 8 лет. И вот это 13-е было днем великого траура, поэтому никогда меня не праздновали, мой день рождения, потому что, когда она получила эти похоронки, у нее так дергаться стала голова, и всю жизнь до конца она вот так, нет, нет, нет. Она ни квартиры не получила, пенсия у нее была 40 рублей, то есть, 400, не заработала, что же, осталась мать без мужа, без двоих детей, это никого не интересовало, вот, и она всегда, у нее была обязанность готовить мне вкусную еду и слушать по часам, следить, сколько я занимался. Вот тут я немножко на нее сердился, хотя очень любил тетю еду, но сердился, потому что она всегда была очень по-гречески безупречна в этом деле. Она докладывала родителям, он сегодня занимался три с половиной часа, а на велосипеде катался час пять минут. Значит, полчаса не доиграл, до четырех, а на велосипеде перекатался, как будто бы, четыре на пять минут. Но потом, знаешь, когда мне стало, главное пережить вот этот период, когда не очень хочется заниматься. Когда пережил и понял, что наши инструменты, скрипка, фортепиано, это чудо великое, что нам счастье привалило, понимаешь, потому что потом вот все эти дети, которые над нами смеются, да, им не до смеха будет, уже мы потом будем над ними смеяться. Понимаешь, мы будем смеяться, потому что мы счастливейшие люди, мы играем, мы наслаждаемся, нам еще цветы дарят и любовь за это. Другой работает, никто его не любит, он работает, делает свое дело, сидит, а нас любят, понимаешь, чудо-то какое. Это сказка, поэтому занимайся, разбойник. Главное, не просто время заниматься, очень качественно главное заниматься, понимаешь, качественно, интересно, весело заниматься на самом деле. Вот я это теперь понимаю. Правда, я могу сказать, что я тоже, когда был маленьким, делал такие пакостные вещи. Я ставил метроном, водил по пустым струнам, а в это время на пульте у меня была очень интересная книжка. Я смотрел на книжку, читал и просто водил по пустой струне, ведь тетушка не знала, она слышит, что все время звучит. И даже потом сказала родителям, что сегодня он очень много играл одну и ту же ноту. Целый час. А у меня такая интересная книга такая, я зачитался, играю, думаю, я уже переиграл эту ноту. Вот такой вопрос. Еще есть вопросы? Да. Вы очень, ну, достаточно много слушаете детей в умениях, маленьких. Да. Вот насколько маленький ребенок, 2-4-5-6 лет, может произнести вот такой объем энергии, не технический, а именно вот это может быть, это способ, это реально с вашими людьми. А вот так, энергию от музыки или от педагога. Да, да, когда берут ребенок маленький, играет какой-то очень интересный, да. Свою боль, правда. Знаете, мы немножко странно относимся к маленьким детям. У нас не совсем правильное отношение к ним. Мы всегда, всегда, вот вся история, покажу, мы недооцениваем детей. Вот, например, ребенок наш маленький где-то играет в углу с игрушками, а его папа и мама сидят и разговаривают о таких вещах, которые ребенок слышать не должен. И ребенок не слышит, а мама и папа разговаривают. Буквально через несколько часов за столом, как, между прочим, этот ребенок, который говорил, он говорит, мама, а почему ты сказала папе то-то и то-то? У мамы язык отнимается, речь отнимается. Потому что он слышал, у него многоканальная, в отличие от нас, система восприятия. Он гений. Чем ближе к рождению, чем ближе к золотым сечениям, тем более ребенок и явит. У меня есть одна знакомая девочка, ну, теперь ей уже 16 лет, а тогда ей было 6. Она, значит, у нее мама русская, папа араб, а живут они в Швеции. Так вот, к 6 годам она свободно, без акцента говорила на арабском языке, потому что папа говорил со мной только по-арабски, говорили. С мамой по-русски, а с детьми и в садике по-шведски. Она говорила без акцента на трех языках. То есть, русский, это ведь у нас мышцы работают сильно, вот эти, да, по-русски, да. По-арабски нужно вот там, вот эта часть, да. Русский сразу сила переходит в мышцы, а шведский, это нужно так изо рта делать гусиную вот эту, вот, интервьюсет. Сказать, а ты можешь, ты гоу. Понимаете, вот какая реакция? А, через... Татьяна слушаться желает, вымывающиеся средства, да, а потом... И вот эта девочка, она переключает отсюда, сюда и туда. Единственный раз за все время, пока мы общались, она ошиблась. Она подошла ко мне и на чистейшем русском языке говорит, что тебя зовут? Но это единственная ошибка, потому что три литературных языка. Понимаете, а мы думаем, как маленькие, ничего не понимают, вот ничего, как бы их научить? Просто мы недооцениваем детей. Именно в этом возрасте они спокойны, замечательно воспринимать музыку, которую они сами играют. Искусство, и когда я со шведами спорю, они говорят, скрипка сложный инструмент, Михаил, поэтому надо начинать на флейте, блок-флейте, а когда ребенку 10-11 лет, можно дать ему в руки скрипку. Я говорю, что вы говорите, скрипка действительно сложный инструмент. В этой части я с вами согласен. Но именно поэтому нужно начать играть в таком возрасте, когда ребенок не понимает, что скрипка сложный инструмент. Ему все равно по-арабски заговорить или на скрипке играть. Понимаете? Ребенок гений, а мы просто его недооцениваем, и мы не используем вот этот период. Причем это все надо делать играючи. Те, кто были сегодня на мастер-классе, видели, как все подходили ко мне сначала, мрачные, уставшие, испуганные, да, а потом такие веселые, хохочет на весь зал, понимаете, хохочет, веселые. Понимаете? И главное, что мы добиваемся результата за 10 минут, серьезного результата. А они улыбаются, они даже не догадываются, что мы сейчас добились результата. Им просто было весело, ужасно. Она говорит, мама, а когда мы опять пойдем, дядя Миса? Мама говорит, только что ты была. А когда мы завтра пойдем? Вот, учи ему, энергия, обмен энергией. Они могут больше, чем потом. Вот потом мы теряем, потом насилие над собой производим, да, устаем, мокнем, жарко, плохо, голова болит. А вот там у этих гениев маленьких, мы же рождаем гениев. А потом изо всех сил делаем все, чтобы они превратились в налогоплательщиков и в избирателей. Это все сделают... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А может, кто стоит, где-то мне вопрос, что у тебя наоборот? Вот эта вот фамилия ваша имеет какое-то еще значение? И вот какого вы самому, ну, вот, пролюсному, вот, предков? Ой, вы знаете, вы знаете, наверное, сейчас про меня не будем. Мы столько говорим о... А, в общем, это задавайте вопросы мне лично на мой адрес, я тогда вам отвечу. Да. Это серьезный вопрос. На него нужен серьезный ответ. Я попробую ответить в две минуты и покажу на примере весьма смешном. Однажды у меня была встреча, это было, дай бог памяти, в конце 70-х годов прошлого века. Встреча с тогдашней молодежью, 9-10 классы, мне самому там 20 лет, 24-25, вот, я недалеко от них, и вот один из них говорит, а вот мне уже нравится классическая музыка до вашей встречи. Я очень люблю концерт, очень люблю концерт Грига. Я говорю, да, единственное произведение, которое ты любишь. Да, другое мне не нравится, а вот Гринг, мне очень нравится концерт. Я думаю, ничего себе, все не нравится, а Гринг нравится. Он говорит, Вацак и Марек играют. Тут я уже насторожился. Какой Вацак и Марек? Что это за концерт Грига в исполнении Вацака и Марека? Один из них что, дирижер, другой пианист? Потом выясняется, что это такой польский фортепианный дуэт, такой попсовый, который сделал переложение концерта Грига. Я догадался, а-а-а, ты имеешь в виду вот это, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он говорит, да, 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 вот это, концерт Грига. Я его люблю, хотя это классика. Я говорю, мне придется тебя разочаровать, мой дорогой. Гринг звучит совсем по-другому. Вот так. Он мне говорит, одно любимое у меня было классическое произведение. И то вы забрали. Потому что вот это мне не нравится. Но как ему может теперь это нравиться, если он услышал это? Пам-пам-пам, там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Ламца дрится от соца. Я привожу специально грубоватый пример в ответ на ваш вопрос. Но, в принципе, можно делать все, что угодно. Монсеррат Кабалья может себе позволить любые шутки, после того, как она тысячу раз объездила всю планету Земля, была на вершине славы, а потом стала искать хоть как-то задержаться. Никто не хочет уходить. Понимаете, когда люди становятся старыми, стираются ненужными, они изо всех сил стараются удержаться. Они не верят в то, что кончилось их время. Они делают все, что возможно. На самом деле они уходят, но не уходят. Поэтому древние говорили, уходи, а уходи. Понимаете, они не уходят, но все время сидят, как тени прошлого. Изо всех сил цепляются за нас. Опять покупают пиар-группы, чтобы их вспоминали. Пенсионных, старых, дряхлых, замученных, уже совсем не тех, полностью, даже никогда не тех. Ну что делать? Это очень трудно. Очень трудно уйти со сцены, понимаете? Очень трудно. Но я понимаю их тоже, я не могу их осуждать, потому что, когда мне было 30 лет, я бы посмотрел на какого-нибудь своего возраста и сказал бы, пора тебе уже уходить со сцены. Но я не понимаю, почему я должен уходить со сцены. Понимаете? Потому что мне будет 60 лет через пару лет. Значит, я должен уходить со сцены. Допустим, по российским законам 60 лет человек вступает в пенсионный возраст. Ну, слава богу, по западным. Нет. Так по западным мне еще целых 7 лет. Так что чувствуешь себя лучше, когда у тебя 7 лет, а не 2. Потому что если бы я жил в России, сейчас думал, а-а-а, все, на пенсию, на пенсию, на свалку. Но, в принципе, вот еще раз говорю, в принципе, можно себе позволить все. И шутки, и пародии, и соединять поп-музыку, и рок-музыку, и джаз, классики, все что угодно, при одном условии. Если у человека в основе лежит классическая культура, тогда ничто не помешает. А если он, как мой собеседник, услышит Григо первый раз в исполнении Вацака и Марека, то нет никакого Рихтера, и никакого Горовица, и никакого Гильса. Все лучшие пианисты, мете, взятые, будут играть, чтобы вдолбить голову этого. Он скажет, не, Вацак и Марек, это хорошо. А вы тут что-то в медленном темпе все это играете. Он уже не услышит, понимаете? Вот беда в чем. Поэтому, как музыкант, могу сказать, господи, экспериментируйте на здоровье. А как педагог музыкальный, говорю, я так хочу успеть, чтобы Вацак и Марек пришли к ним до того, только не пришли к ним до того, как они услышат оригинал концерта Григо, испытывают потрясение, а потом как хотят. Одни люди поморщатся от Вацака и Марека, а другие улыбнутся и скажут, очень недурная, недурная маленькая обрабаточка, очень мило, но только тогда, когда есть с чем сравнивать. Вот что для меня важно. Поэтому, с одной стороны, пожалуйста, экспериментируйте, а с другой стороны, есть еще и третья сторона, процесс формирования вкуса. Например, для целой России Басков – это один из образцов пения. Понимаете, на самом деле, любой учитель вокала, который послушает три звука или просто четыре ноты в исполнении Баскова, он скажет, да, бедный мальчик, его, конечно, даже в училище музыкальное, наверное, вокальное отделение принять нельзя. Как тебя принимали? Вот, то есть, он не знает, кто такой Басков, для него Баскова нет. Вот привели учитель, и сказали, вот, посмотри, послушай этого молодого человека. Это поэтому скажет, молодой человек, во-первых, у вас не смыкание связок, во-вторых, у вас в диапазоне половины нет, поэтому вы микрофон вынуждены включать. Вот, но он же позиционировал себя много лет, как кто? Как классический певец, как подлинный певец, как бы вокал, вокал. Понимаете, в чем дело? А это значит, что миллионы молодых людей опять получили превратное представление о вокале, и они опять не услышат подлинного звучания, понимаете, и услышат сразу подделку. А потом, когда опять голоса все меньше, чем меньше голоса, чем меньше диапазон, тем больше всяких приключений. Начиная пиар-компания, женщина, надо развестись, вот здесь надо жениться, тебе, значит, так, фотографию давай срочно с новой возлюбленной, потому что она тебе три дня не писала масс-медиа России, значит, опять заплатить 10 тысяч, мы тебя опять сунем, потому что пиар кончается. Там, знаете, какая пиар-система страшная, надо все время жестко платить, и тогда вот проводницу, тебе бортпроводницу подсунут, которую ты защищать будешь от якобы какого-то нападавшего. То есть, все время что-то делается, чтобы держаться на плаву. Это очень больная тема, очень болезненный вопрос, это обман многомиллионных народов, и практически отъем у них, их право на культуру, на право слышать красивый голос, право знать, что такое подлинная культура, подлинная красота и так далее. Ну, в Швеции, например, такой проблемы нет уже потому, что любой ребенок протестантский с мамой и папой с детства ходит в церковь, а в церкви и реквием Моцарта все время, и месса Симминорбаха, и кантаты, и вивальдевские концерты, и органы все время звучат, и трио, и квартеты, и ребенок с детства привык, это для него музыка его. Ну, вот возьмите, например, что такое баховская прелюдия на хорал? Вот берем, когда-то Мартин Лютер, да, что такое литеранский хорал? Возьмем так. Вот Мартин Лютер собирал простые народные мелодии. Например, если бы был Мартин Лютерович или Мартин Лютеров в России, или в России был бы протестантизм, что бы случилось? Вот что. Взял бы он эту тему. Да? По саду или в огороде выросла капуста, мальчик девочку целует, думает, что пусто. Вот как бы пришлось обработать этот хорал лютеранский для того, чтобы петь его в общине. Вот. А бах сделал бы такую прелюдию на хорал. то есть эти дети слышат баховские хоралы так, как мелодии своего народа. Для них это родная музыка. Да? Чуть громче, пожалуйста. У меня вопрос на счет жанра, оно просто такое. Вы все равно говорите о фактической музыке, а как вы думаете, такие гаранты, как именно Зайдман, Тради и Меркурий, они тоже в боку близки, или это все-таки музыка, Вы знаете, я сейчас вот в данной ситуации буду вынужден избежать ответа на этот вопрос, и вот почему. Потому что вы сейчас задаете тон большой дискуссии, и второй момент. Меня, наверное, вряд ли стоит спрашивать вот обо всем этом, потому что я хорошо осознаю, что я уже не успею ничего кроме того, чтобы как можно быстрее дать моим согражданам после ГУЛАГа, после двух войн, после этих страшных большевистских переворотов, после трагедий, после разрух, вернуть им то, что у них было отобрано на самом деле, великую культуру, великую музыку трех последних, четырех, пяти последних веков, от Палестрины и Арнанда Ласса до Шостаковича, Фендеретского, Прокофьева. Вот это. И то я даже избираюсь всего этого. Моя задача даже не музыковическая, моя задача скорее политологическая, психологическая, текстологическая. Мне нужно, понимаете, чтобы огромное количество людей оторвалось от этого ужасного, от этой страшной попсятины, от этих экранов, от этого ужаса, от этой школы, от всего этого. И вернулись к собственному мышлению. Музыка – стимулятор мозга. И как эксперт Нобелевского концерта я просто провел эксперименты. Для меня очень важно, что у всех Нобелевских лауреатов в детстве так случилось. Была музыка. Классическая музыка. Не Тина Тернер, никто из них, а была великая классика. Так случилось. И они все стали Нобелевскими лауреатами. У них у всех мамы играли, папы играли, Эйнштейны играли, в общем, все скрипки кругом, рояли, органы. И когда я задаю вопрос входящему лауреату Нобелевской премии, я задаю вопрос, кто ваш любимый композитор. Вот и начинается фокус. Ну, наверное, многие слышали эту историю, которую я писал и не раз рассказывал, когда я задал вопрос ортодоксальному Нобелевскому лауреату из Израиля, которому тут и пищу кошерную готовили, и полиция, потому что он не мог сесть в машину, ехать на Нобелевский концерт, потому что ему нельзя в субботу садиться в машину, Нобелевскую речь ему писали, потому что нельзя в субботу Нобелевскую речь произносить, вот, и так далее. И тут он заходит, а я ему задаю вопрос, ваш любимый композитор? Он говорит, бах, конечно. Я говорю, ничего не понимаю, вся Швеция на ушах стоит, тысячи полицейских охраняют от того, что вы пешком шли три километра до концерта Хюсета. А теперь вы тут заходите и сообщаете нам, что ваш любимый композитор, тот, как его все христиане во всем мире называют пятым евангелистом Господа Иисуса Христа. Он говорит, молодой человек, молодой человек, да? Бах, это мозг, это мозг всякой науки, это мозг человечества, это мозг мыслителя. Без Баха не может ученый работать. Вот так говорит мне ортодоксальный еврей из Иерусалимского университета, которому, не дай Бог, чтобы молоко было ближе, чем полкилометра от мяса. Понимаете? И который, не дай Бог, сядет в машину в субботу, а когда не сядет, пойдет домой, будет слушать пятого евангелиста Господа Иисуса Христа, Иоганна, Себастьяна Баха, у которого все время распятие, Голгофа, Мария и все прочее. Знаете, вот поэтому я просто призываю ту часть общества, у меня задача уже узкая, понимаете? Узкая. Нет, я когда-то пытался, с молодежью спорил той и той, что-то убеждал, где-то решал избежать конфликта. У меня узкая задача вернуть людям слово, литературу, поэзию на новом уровне, вот неиспорченные школьные, да, музыку, поэзию, мысль, парадокс, то, чтобы зажили мы своей мирной жизнью, чтобы перестали их слушать, перестали на них постыл их смотреть, понимаете, чтобы мы смотрели великие картины, великих художников, чтобы мы наслаждались поэзией, живописью, музыкой, все остальное ирелевантно. Оставим их в покое, пусть они живут, все равно ничего с ними, с постсоветским пространством сделать нельзя. Это должно пройти несколько поколений, чтобы восстановились генетические коды, чтобы генетическая память после убиенных, потому что слишком страшная была селекция. Это нескольким поколениям еще придется туговато. Не потому, что плохие политики в данном случае выбрали не тех, кого не выбери, как в еврейском анекдоте, дочь моя, все равно. Знаете, да? Вот так вот, что спасение, да? Только одно. Это индивидуальное понимание, личное окружение, общение, контакт друг с другом, контакт с искусством, контакт с мыслью, контакт с музыкой, совершенно контакт с детьми, музыка, поэзия, литература, знать друг друга, встретиться друг с другом, слушать детей друг друга, скрипачей, пианистов, поощрять их, потрясаться ими, благодарить их, радоваться им и самим собой, что у нас есть такие дети, талантливые дети живут сейчас. Вы понимаете, что мы делаем сейчас? Мы рождаем детей индигов, мы рождаем талантливые дети, как никогда в такие тяжелые времена рождаются талантливые дети. Я даже как-то думаю, что это божий промысел, потому что вот, чтобы поддержать равновесие, баланс в мире, сейчас мы рождаем гениальных музыкантов, которые в три года начинают учиться игре на скрипке, а в шесть лет играют, когда непонятно даже механика, как они играют. Я рассказываю о Хейфице, а у нас здесь на конкурсе было, то сначала одна вышла, шестилетняя такая, махонькая. Я думаю, господи, бывают ли дети меньше? Вышла следующая меньше. Вот такая смешная, такая махонькая, стрекозеночка такая, вышла с маленькой скрипчиком. И как заиграла, у меня волосы дымом стали, понимаете? Откуда у нее это в опыте? Так вот, беда вот в чем. Счастье мы рождаем, сейчас очень много талантливых детей, а у них не будет слушателей, потому что вся система образования, вся система культурологии, она поражена насквозь. Вот в чем беда. У этих маленьких детей два выхода. Или сменить профессию, или уехать за границу, или там, где есть публика, или остаться здесь и работать на то, чтобы появилась публика. Третий выход. Делать все возможное и не мешать тем, кто это делает. Тоже очень важно. Еще вопросы есть? Еще? Последний, все, последний. Николай Васильевич, вот мне интересно, вы преподаете в нашем понимании, вот как ведопок в какой-то школе постоянно с детьми работаете? Если бы я сейчас, если бы я сейчас работал постоянно, то я бы не мог к вам приехать. Это понятно. Может быть, какой-то период... Есть, есть периоды, конечно, драматический институт, например, периоды, большие конференции директоров школ. Я сейчас пытаюсь по-крупному взять директоров, например, шведских школ и на Готланде встречаюсь со всеми директорами всех шведских школ под эгидой правительства. Потому что тут надо менять, сейчас в принципе не ребенок виноват, понимаете, а система, в которую ребенок попадает. Нужно попытаться поменять систему. Я предлагаю другую школу, другой принцип урока, но это уже вообще особо большой разговор. И все это в Швеции, да? Нет, вот это я предлагаю в России сейчас. Я почти большую часть деятельности сейчас веду в России. Вот сейчас я завтра улечу от вас в Москву, из Москвы на Камчатку. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Уважаемые, спасибо большое, что вы приехали к нам, что вы привели на такой большой урок, потому что жизнь очень много дало. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, кто сумел приобрести мои книги, приходите сюда ко мне на подпись. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно. Зайдите на мой сайт, если вы владеете, я тебе не знаю. А куда там есть заказ сайта? Надо снять там коллеги о личной книге. Сколько тела и души. Спасибо. Приятно это слышать тем человеком, которым это легенда в Советском Союзе. Я вам же не даже помню, что зовут Светлана Владимировича, мы с вами встречаем. Я же вам показывал, как я уроки провожу. Так что все на экране скоро уйдут. Договорились. Подарок вам сюда. Подарок вам сюда, пусть вы мне ценят. Подарок вам сюда. Подарок вам сюда. Похоже, что вы купите? Продолжение следует...